Прошу вас, Кирилл Иванович. Прошу вас, Кирилл Иванович. И, соответственно, также очень много различных видов оперативного решательства, которые пополняются как традиционными хирургами от открытой хирургии, так и возможные варианты эндоскопии, как ригидной, так и гибкой. Ну, гибкая эндоскопия сейчас в последнее время занимает приоритетные позиции, но, несмотря на то, что частота рецидивов по ранним сообщениям была достаточно большая, по спиричной операции достигала 17-25%, то, принимая определенные усилия, вполне повторно вмешательства, можно в третьем, четвертом разу добиться клинического успеха и, собственно, выполнить операцию так, что она для кациентов приносит счастье. Ну, собственно, в формировании ли широкого сообщения дивертикулы и просвета пищевода является, ну, как бы, ключевой частью. Да, вот мы видим, что сообщение между пищеводом и жутком достаточно большое, но часть клинически окрашенная картина, потому что тонус пищевода достаточно большой, это как крышку на кастрюле закрывает и не дает поступать пище, собственно, из-за этой общей полости дальше в пищевод. Да и стандартная операция при такой ситуации тоже не приносит никакого счастья, да, это повторная операция этого человека, мы видим, что пересекать-то нечего. Ну, какие-то там намерки, что-то там пересекли, в итоге две клипсы, и операция опять человеку не помогает. Что делают люди вообще в мире? Они изобретают новые инструменты для того, чтобы как можно больше иссечь эту вот стенку, даже высекая целые окна там, для того, чтобы сформировать широкое сообщение. Но, как видим, причина, наверное, не только в этом кроется, потому что нужно воспринимать диартикул Ценгера как болезнь нервной мышечной, и, соответственно, вот одно и такое вмешательство маловато, надо еще делать верхнюю пищеводную миотомию, собственно, картинка из атласа, и наверняка во всех руководствах, я читал, по крайней мере, там написано, что миотомию надо делать. Ну, собственно, в эндоскопическом варианте ее тоже неплохо бы делать, поэтому, как бы, с нашей позиции, ну, это то, чем мы продвинулись, наши инструменты, наша техника, с нашей позиции, ну, как бы, стандартная операция должна достигать не только сообщение о полости диартикула с просветом пищевода, но и выполнением верхней пищеводной миотомии. Ну, два слова про сложный диартикул, собственно, про них хотелось бы говорить, но, видимо, времени хватит для того, чтобы показать все видео, но бытует мнение, что в эндоскопии лучше всего средненький диартикул центрального расположения, и это правда, да, потому что эта операция красивая, простая, а большой диартикул, ну, не знаю, насколько большой можно оперировать, ну, самый большой, который в нашей практике встречался, это порядка 9 сантиметров, и ничего тактически другого мы не сделали, в принципе, в принципе, челленд был точно такой же. Смысл в том, что мы, помимо крикофарингальной миотомии, все-таки должны делать и верхнюю пищеводную миотомию, к сожалению, дефицит времени, все видео показывать не буду, но если делается операция правильно, то мы видим анастомоз, который ограничен клипсом и прентгеном, как, собственно, взвесь, в данном случае водорастворимый контраст, покидает просвет диартикула и попадает в пищеводную. Схематические операции можно представить вот так вот, и, опять же, если у нас диартикул среднего расположения, ничего технически сложного в этой операции нет. Что может быть в удаленном результате? Это тот же пациент, который пришел через 5 лет делать эндоскопию для того, чтобы прооперироваться по полупокахлой грыжи. Про диартикул он забыл, клиники у меня не было, про операцию он тоже не помнил, потому что ему было уже так 85 с лишним, просто папа доктора нашел. И видите, какой хороший результат. Что может быть хуже большого диартикула? Может быть только маленький диартикул. Маленький диартикул – это страшная болезнь, особенно если он клинически манифестирует, и приходится делать достаточно большой объем неотомии. Для этого удобно залезать под слизистые пространства и делать так называемое тоннельное вмешательство в чистом виде. Сейчас слайд перестали перещелкивать. Либо презентация зависла, либо батарейка заплачивалась. Маленький диартикул – это не значит, что не надо делать ту же миотомию, которую мы запланировали. Зайзая последствия слоя, мы с вами видим все те же мышечные структуры, отчетливые, которые надо пересекать. Это крика фарингеальная мышца и верхняя пищеводная миотомия, которую мы делаем приблизительно на протяжении 4-5 сантиметров. И от более длинной миотомии еще никто не умирал, но от короткой миотомии я вам результаты показывал. Вот, собственно, чем хороша операция, то, что мы с вами в посредственном пространстве видим все, что должны видеть. Но, как бы, бросаться из крайности крайность тоже плохо, потому что все сразу увлеклись тональным вмешательством, перестали сообщать про свет диартикула с просветом пищевода. Но чисто тональное вмешательство, наверное, вещь хорошая, но, как бы, потенциально грозит тоже развитием некого рецидива, если не делать сообщения просвета Ценкера и пищевода. При маленьких диартикулах также работает комбинированная методика. Здесь надо быть очень деликатным в рассечении слизистой, потому что последующее закрытие слизистой может представлять собой сложности, но если все сделать правильно, то видим на рентгене проходимость на следующие сутки после операции. Еще есть крайнее проявление, это орфарингеальная эпифагия, как мы ее называем, когда, собственно, у человека есть клиника, есть что-то похожее, типа намечающаяся диартикула Ценкера, но как такового мышка нету, но человек страдает жуткой дисфагией. Несколько таких больных мы оперировали. Здесь ключевым моментом операции также является поиск всех этих мышечных структур, которые нужно пересекать. Дивертикулы бокового расположения, уж не знаю, как их называют, там, Келлиана Джеймсона, и достоверно, наверное, какой этот дивертикул, мы можем сказать только на открытом операции, потому что должно быть взаимоотношение с мышцами. Но при боковом расположении дивертикула очень сложно делать все этапы, мешать, всекать до дна и, собственно, собирать слизистую, потому что есть осевые тракции слизистой дивертикуальной части пищевода, и дивертикула у нас всегда сбоку, да, сообщение, хоть и есть, но оно не такое хорошее, как при дивертикулах срединного расположения. Но если схематически сделать, опять же, рисуночек, то тракции слизистые в разных положениях, поэтому, собственно, собрать их слизистую для формирования соустия достаточно сложно. И, ну, как бы, вот начинать с таких дивертикулов точно не нужно. Еще есть основная особенность, что мы никогда не можем осесть прям до дна дивертикула, поэтому к радости рентгенологов всегда есть вот такое вот небольшое остаточное собрание контраста, которое подтекает. Это клинически может быть не окрашено. Дивертикул с воспалениями останавливаться не буду, но слизистая дивертикулярная часть достаточно толстая, и ее надо трепетно обрабатывать, да и адаптировать ее до тех размеров, чтобы можно было не вложить клипсы в герметичном положении. Ну и плюс воспалительные изменения, которые и присутствуют, они добавляют красного цвета в нашу операцию, бывает достаточно повышенная кровоточерсть, и более трепетное внимание следует уделять гемостазу. Если все сделать правильно, то слизистую можно адаптироваться со стороны дивертикула, она будет потолще раза в четыре, чем со стороны пищевода, но такие вот, как мы делаем, выжигательные движения позволяют адаптировать слизистую по толщине, для того, чтобы клипс правильно сработал, и на следующий день видим хороший результат. Дивертикул с воспалительными изменениями, это здесь уже крайнее проявление, это дама, которая уже хорошо пожила, что-то около 80 ей было, и ей везде отказывали в операции, из-за того, что просвет пищевода был практически вот такой, это исход дивертикула с воспалительными всякими изменениями, многолетние страдания, в общем, все закончилось хорошо, этот результат неожиданный, один из лучших в нашей практике, это вот то, что было после операции через три года. Рецидивный дивертикул, все хирурги очень радуются, что мы оперируем, и ждут, когда после нас придет рецидив, который до них дойдет. Ну, мы им такие рецидивы не отдаем, но за ними рецидивы подгребаем. И таких человек 10-15 мы, наверное, прооперировали. Ну, оперировать сложно, но можно, там есть металлические констрепки, конструкции, воспалительные изменения, но принцип остается такой же, объем оперативного вмешательства такой же. И крипов рентгальной неотомии некоторыми хирургами, наверное, не выполняется, потому что объем пересекания мышечной ткани бывает достаточно большой, и мы, в принципе, не видим разницы, как будто это вообще первичная операция. Но если, опять же, все сделать правильно, то рентген на следующее утро, он радует. Не буду показывать практически то же самое. И вот эти вот результаты рецидивного дивертикула. Ну, вот возвращаясь к нашему пациенту, как бы, которому мы оперировали 4 раза, это вот крайняя операция, когда надо было все-таки доделать то, что мы не доделали раньше, залезть под следствие слой, выделить ту называемую мышцу, которая являлась, собственно, мышцей пищеводы, сделать миотомию ниже на дивертикулах. Ну, так, уже за 305 операций мы перевалили, и с хорошим, достаточно клиническим результатом. Ну, и 3 минуты на миотомию пировальную эндоскопическую. Ну, это, наверное, самая первая операция, которая была предложена по данной технологии. Смысл ее, вы все понимаете, здесь надо добиться, собственно, миотомии, которая выполняется в неком тоннеле. Тоннель формируется путем отслоения слизистой от мышечной оболочки, и, собственно, она же является неким аналогом операции Геллера и позволяет налаживать пассаж в пище по пищенно-желудочному переходу. Вот эта вот зеленая зона, это зона безопасности, которая позволяет нам и легко сделать, и сформировать доступ к последствиям пространства, и, собственно, достаточно просто оттуда уйти. Вид миотомии после завершения вмешательства тоже есть смысл показать, особенно хирургам. То есть это, как бы, обычно на уровне пищевода это миотомия с сохранением продольного мышечного слоя, на уровне кардии и нежелудочной части это полнословенная миотомия. Мы видим структуры, собственно, саленькой высунки, и обычно левую ножку диафрагмы все это всем показываем. А это вот результаты левой колонкой до операции, правой колонкой после операции. То есть видим кардии в неком состоянии недостаточности, то есть и зазор между аппаратом и просветом на инверсии, и желудком мы можем видеть с листью пищевого. И это вот стандартный классический первый тип третьей стадии, который на следующее утро тоже радует. Ну, радовали давно. Такие картинки уже не радуют, потому что начинаешь думать о рефлюксе. А рефлюкс – это основная беда этих наших операций, к сожалению, с которой мы сейчас, ну, пока не можем найти адекватную борьбу. И боремся в основном путем как-то дозирования миотомии, чтобы миотомия была не только очень хорошей, но и максимально-минимальной, так сказать. То есть не вызывала бы рефлюксов. В чем хороша эндоскопическая операция? То, что помимо самоохолозии, то есть нерасслабления, кардии, есть еще разные типы нарушения моторики пищевода. И если брать эхолозии третьего типа, либо диффузный эзофагоспазм, либо дистальный эзофагоспазм, то здесь наше, собственно, пространство, мы можем начать от уровня глотча пищеводного перехода. И, собственно, несколько раз так и делали, аж на всем протяжении, когда удел был и диуртикул цинкера, и эзофагоспазм. И можно делать протяженную миотомию, прямо на всем протяжении, и помогает. Вот эпифренальные дивертикулы. В последнее время, по крайней мере, в нашем учреждении пришло понимание, что просто так отмахнуть дивертикул – это не лечение. То есть надо все равно выполнить какую-то миотомию, наладить пищеводно-желудочный пассаж в области пищеводно-желудочного перехода. И, ну, некоторые моменты попадают и в поле нашего зрения, когда дивертикулы такие небольшие, по сути, представляют собой пространство между мышцами, которые концентрически смыкаются, да, образуя участки дефицита мышц, там, ее отсутствие, и участки повышенной, так скажем, концентрации. Такую картину мы видим под слизистом слоя. Видим, что циркулярные волокна формируются в такие жомы, так скажем. И на следующий день, опять же, краза стеренки нового, когда говорят, а вот эти дивертикулы, то мы знаем, что они никуда не пройдут. Они просто не будут расти дальше, да, и видим, что ед такой хороший пассаж контрастного вещества. И, как бы, в заключение я уже перебрал регламент. Хочется сказать, что оперативная эндоскопия в последнее время развивается не только шире, но и тоннельные операции, как новая технология, появились чуть более 10 лет назад и уже вошли в поседневную практику крупных стационаров. Но до сих пор, судя по залу, вызывает интересы. Спасибо. Спасибо большое, Кирилл. Пожалуйста, уважаемые коллеги, есть вопросы у кого-нибудь? Вот у меня вопрос, Кирилл Ильич, скажите, пожалуйста, вы как-то готовите больных, и какие вот у вас были осложнения? Всех больных, вот скажем, для оценки берете? Берем всем. Кирилл и зубы не лечим. Антибиотик, профилактику делаем. Я почему спрашиваю? У нас было одно очень тяжелое осложнение. Была анаэробная инфекция больного после цинкера возникла. Поэтому мы к этому вопросу сейчас относимся очень серьезно. То есть санируем и зубы, и танзелиты лечим и так далее. Пожалуйста, вопрос. Спасибо большое. Кирилл Ильич, такой вопрос. Какие вспомогательные службы должны в обязательном порядке быть в клинике, которая собирается заниматься такими операциями? Потому что мы понимаем, что ну вот вроде бы так все красиво выглядит, и многие захотят попробовать. Вот что должно быть в обязательном порядке? Какие отделения, чтобы это можно было начинать? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, это должен быть многопрофильный стационар, который оказывает, собственно, помощь при заболеваниях пищеводов, желудка и верхних отделов щаворитного тракта. Все, что к этому нужно. Ангинологи, эндоскописты, хирурги, хорошая анестезиологическая бригада. И, ну, как бы, должна быть все-таки профориентация какая-то. Нельзя заниматься всем. Да, надо как-то, ну, в том числе, ну, как говорят, экспертные тянуты. Что-то экспертное, никто не знает. Но могу сказать, что если ты делаешь там две операции в неделю такие, то это лучше, чем когда ты делаешь одну операцию в два года. Потому что ты реально понимаешь, что ты делаешь и как ведешь. Если операция стоит на потоке, ну, ее проще оперировать. Спасибо большое. Спасибо. Я, это Кирилл Вячеславович, абсолютно прав. Такие операции надо делать в многопрофильном стационаре, где есть хирургия, реанимация и все вытекающие службы. В поликлинике такие операции делать не надо, это точно. Так, пожалуйста, еще вопросы. Я задам. Можно? Да, конечно, Илья Вячеславович. Кирилл Вячеславович, вот скажите, пожалуйста, вот вы всегда вот, мы оперируем тоже много таких операций делаем, в последнее время особенно. Вы узнаете, ставите диагноз всем диверзикл Ценкера или вот все-таки Ценкеру Джеймсона, или как это вот... Ну, определяете сразу, какой это дивертикл? А что изменит? Ценкер должен уже назад выходить, а часто бывает налево, направо, чаще налево. Смотрит дивертикл при исследовании, да? Ну, как бы, никакой специальной подготовки, там, предоперационной, планирования, какого-то другого варианта вмешательства у нас все равно нет. Поэтому мы, в принципе, понимая, когда уже проникли в глотку и видим этот самый, ну, всегда говоришь, да, копаемся, да, то есть все идет в процессе, понимается, онлайн. Что, боковой Ценкер не нуждается в операции? Не нуждается, да, что изменится? Вопрос об узнаваемости, об установке верного диагноза. А пока мы с вами не увидим мышечные структуры, а мы с вами не увидим, мы не можем сказать, какой он. Мы можем сказать, что он не центральный, то есть боковой. А уж какой он, там, Лаймера, там, Джеймсона, ну... Понятно. Я вот, вы говорите, я знаю, что у вас большой достаточно опыт уже операции при рецидивных дивертикулах, да? И значительная часть после открытых дивертикулахтомий, выполненных хирургами, да? И у нас тоже такой достаточно большой уже накапливается опыт. И вы четко понимаем, что рецидивы случаются в тех случаях, когда хирурги не выполняют миотомию. Да. Только хирурги об этом не говорят. Они говорят, что не нужно делать миотомию по своей конкретности. Разное есть мнение. Некоторые говорят, что делают, но мы видим, что не делают. Чтобы ты уколпался, что делают на самом деле. Я могу сказать, что Александр Ильич Русанов в свое время вот при маленьких дивертикулах мы вообще не делали резекцию дивертикула при открытых операциях. Мы делали миотомию и инвагинировали слизистую, просвет. Зашивали сверху, мышцы зашивали, и нормально, и дивертикул исчезал. То есть мы не делали, как делают в основном хирурги, накладывают сшивающий аппарат и так далее. А маленькие дивертикулы мы просто инвагинировали, но обязательно делали миотомию. Вы абсолютно правы. Юрий Геннадьевич, в октябре, насколько я помню, предстоит внеочередной съезд РОХ, объединенный с коллегией московских хирургов. Мне кажется, мы уже готовы к тому, чтобы предложить Андрею Владимировичу. Он, наверное, начальник. А я им уже предложил, да. Дискуссию, психирургов. Да, ну, вы правы, они как раз звонили и просили поучаствовать, активно поучаствовать. Хорошо, давайте еще раз поблагодарим Кирилла Вячеславовича. Спасибо. 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 Спасибо.